Напомним, что решением Совета депутатов Ленинского района на достройку было выделено 680 миллионов рублей инвестиционных средств. Теперь обманутых дольщиков интересуют сроки строительства и сдачи домов, как и кем будет осуществляться контроль объемов выполняемых работ. Да, движение на стройке началось, но как оно дальше, с какой скоростью продлится и с какими темпами будет строиться наше жилье, пока неизвестно. Заявленные сроки сдачи домов, а это конец 2019 года, собравшихся не устроили. Также вызвало много вопросов и то, что жилой комплекс будет сдан не целиком, а поэтапно и ввод в эксплуатацию будет производиться постепенно. Татьяна – счастливая мать двоих детей и в ближайшее время семья Денисенко еще ждет рождения малыша. Но приобретая квартиру в далеком 2014 году, не о таком детстве для своих детей они мечтали. Теперь ни с кого нам не спросить, деньги не вернуть, ипотеку платить надо, по ипотеке отсрочку отказывают. То есть безвыходная вообще ситуация жизненная. Снимаем квартиру. В течение встречи, которая продлилась около трех часов, представители администрации района и строительных организаций старались ответить на все вопросы. Очень важно, что движение на объекте идет. И может быть, вот сегодня итог встречи о том, что она прошла, на мой взгляд, в очень конструктивной атмосфере. То, что люди видят, что на площадке ведутся работы по коммуникациям. О том, что проводятся обследования. О том, что уже в ряде домов тоже ведутся работы, связанные с коммуникациями. С фасадами сейчас возобновятся, как приедут соответствующие комплектующие. Все это внушает людям надежду о том, что объект будет завершен. И хоть у большинства дольщиков уже сдают нервы, каждый продолжает ждать и верить, что уже в скором времени сможет переступить порог собственной квартиры. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.